Контакт с плеядами Контакт с плеядами Контакт с плеядами Реальная история Эдварда Билли Мейера Планета Земля посещалась внеземными путешественниками из группы звезд под названием Плеяды. Пришло время вам узнать об этом. Здравствуйте, я Джей Рэндольф Уинтерс. Последние 7-8 лет я освещаю материалы о самом подробно задокументированном случае внеземного контакта из когда-либо происходивших. Я говорю об истории господина Эдварда Альберта Мейера. В 1975 году господин Мейер начал совершать контакты с внеземными путешественниками из звездной системы, которую мы называем Плеяды. Эти контакты продолжаются и сегодня. Нам всегда было интересно, прилетят ли к нам внеземные посланники, и если да, то как это произойдет? Приземляться на лужайке перед Белым Домом или посетят нас с вами? А может это уже произошло? Да, это произошло, и они посещают господина Мейера уже много лет. Сегодня мы будем говорить о его беседах с этими путешественниками. Ему было разрешено подняться на корабль вместе с ними, посетить другие галактики. Сделано более тысячи прекрасных четких снимков, есть образцы металлов, следы приземления, биологические образцы и множество других доказательств. Но, наверное, наиболее важное для нас с вами — это их беседа. Он обладал способностью разговаривать с ними на протяжении многих лет и задавать им вопросы о нас, откуда мы, куда движемся, кем мы являемся. Человек всегда был озадачен тайнами своего прошлого. Похоже, нас на Земле лишили знаний нашей настоящей истории. Итак, сегодня мы обсудим это, и я собираюсь вам подробнее рассказать о нашей тесной связи с плеядеанцами. Долгое время мы стремимся вступить в контакт с кем-то, кто искренне хочет нам помочь в нашей миссии. То здесь, то там, мы устанавливаем такие контакты с обитателями разных миров. Но только если они достаточно развиты для того, чтобы быть разумно мыслящими существами, тогда мы подготавливаем их к мыслям, что они не единственные разумные существа во Вселенной. Если инопланетяне собираются посетить нас, с кем они захотят вступить в разговор? Мы часто слышим выражения о приземлении на лужайке перед Белым Домом, но действительно ли это хорошая идея, и готовы ли мы к этому? Действительно ли мир готов столкнуться с неопровержимыми доказательствами того, что инопланетяне существуют? Или же невозможно выбрать из нас одну или две небольшие группы, чтобы передать нам свое сообщение? Похоже, в данном случае они выиграли всего лишь одного человека. Контакт Билли с плеодианцами начался, когда ему было всего пять лет. Сначала он был только телепатическим, но позднее, в семь лет, он решил посвятить себя этой миссии. 11 лет длились телепатические беседы с плеодианцем по имени Сфафт. В возрасте 16 лет передать учение продолжила инопланетянка по имени Аскетт. Эти снимки Аскетт и команды ее корабля, сделанные в Индии. В это время Билли учился поднимать свое сознание до уровня, нужного, чтобы выполнить миссию в течение дальнейшей своей жизни. И потом это началось. Январь 1975, Хинвилл, Швейцария. Около шести часов утра Эдвард Альберт Мейер, более известный как Билли, проснулся, как обычно, на своей ферме, чтобы пойти на работу. В это время на плеядах в системе Тейгетт, на маленькой планете под названием Эра, женщина по имени Семиаси готовилась к своему семичасовому полету на планету Земля. Она готовилась уже 10 лет, изучая разум и эмоции Билли по работе с другими людьми плеодианской расы о том, что сказать нам, чему нас научить. Как мягко подвесить нас к мысли, что мы не одни. Когда ее корабль в тот день прибыл в нашу Солнечную систему, она послала телепатическое сообщение Билли. Билли принял его, почувствовал знакомую прохладу на углу. Он скачал на свой мопед, взяв с собой фотоаппарат и приехал в укромное место в лесу, где ему назначили встречу. Семиаси приближалась к Земле. Началась долгожданная встреча с Билли Мэйером. Она даже изучила его язык, чтобы эта встреча состоялась. Билли терпеливо ждал. Он ждал среди деревьев, наблюдая за появлением чего-нибудь в небе, и оно появилось. Серебристый корабль приземлился очень тихо. Сначала он не был уверен, что корабль приземлится и будет что-то далее. Поэтому он сделал пару снимков на случай, если корабль вдруг улетит. Он был немного удивлен, потому что не думал, что контакт произойдет в ближайший год. Когда корабль переместился влево, облетел вокруг деревьев и появился снова, Билли сделал еще несколько снимков. Все снимки Билли сделал на фотоаппарате «Олимп» с 35-мм пленкой. На ней видны эффекты в виде небольшого круга на заднем плане. Надо сказать, у Билли только одна рука. Свою левую руку он потерял при аварии автобуса несколько лет назад. Билли был встревожен или напуган. Он, конечно, знал, что плеядеанцы такие же люди, как и мы. Он уже знал, что их предки были нашими предками. И он ждал столь значимую беседу с этими людьми, потому что они принесли мир и любовь для нас. Билли направился к кораблю, когда тот мягко приземлился на лужайке, но он был остановлен какой-то невидимой силой, не подпускавшей его ближе. Поэтому он просто ждал, и вскоре леди из далеких звезд вышла навстречу ему. Пока Билли сидел под деревом и разговаривал с Семи Аси, в сотне метров от него стоял блестящий космический корабль, на котором она прилетела. Он спросил, как эта штука работает, и как долго ты сюда добиралась? Семи Аси ответила, мы называем их световыми кораблями. И это название происходит из их далекой истории, когда первой двигателем установкой для передвижения между звездами были световозлучающие устройства. И название «световой корабль» так и осталось, потому что он работает на принципе передачи света. Она сказала, их больше не используют, но название так и прикрепилось. Они предпочитают округлую форму корабля, это раньше было удобно. Для старых двигателей нужна была такая форма, описывающая поверхность тела вращения, она помогала усиливать магнитное поле. Но сейчас это несущественно. Она также сказала, ей понадобилось 7 часов, чтобы добраться сюда. Она упоминала, что это было очень долгое путешествие для нее, но для нас вообще-то тоже. Она покинула эру и прилетела сюда очень быстро. Как такое может быть? Это 500 световых лет от нас. С нашими технологиями это сейчас невозможно. Наша лучшая ракета двигается со скоростью 30-40 тысяч миль в час. Скорость света значительно выше, около 700 миллионов миль в час. Так как же это возможно? Она объясняла это. Сначала корабль ускоряется почти до скорости света. На этом этапе соотношение массы и скорости, или другими словами, давящая на корабль энергия Вселенной очень велика. Их корабль защищен энергетическим экраном, который ее сдерживает. В нужный момент они опускают экран, и вся эта энергия начинает давить на корабль. Эту энергию в виде давления они используют, чтобы сделать кое-что уникальное. Они преобразуют корабль и его экипаж в мысль. Они называют это духовной энергией. Мы называем это просто мыслью. И корабль больше не существует в материальной форме. Это позволяет им выйти в состояние, вне времени, и переместить эту мысль с большой скоростью к месту назначения. Далее корабль снова материализуется в физическую форму, таким образом позволяя им преодолевать столь огромное расстояние со скоростью мысли. То есть ей понадобилось 3,5 часа с момента отправления, чтобы достичь скорости, на которой они проводят это преобразование. Далее прыжок, занимающий долю секунды. Вы даже не заметите его. И еще 3,5 часа, чтобы замедлиться, прибыв в нашу Солнечную систему. Почему 3,5 часа? Семья себе объяснила, когда они учились много лет назад, им нужно было быть в 153 миллионах километров от ближайшего орбитального тела, чтобы совершить переход в состояние вне времени. Она сказала, когда это преобразование совершается, происходит, так сказать, разрыв во времени. Любая планета, находящаяся в это время слишком близко, может быть вытолкнута со своей орбиты или прийти в нестабильность. Поэтому они научились быть очень осторожными и всегда совершают такие временные прыжки вне Солнечной системы. Поэтому, когда они прибывают к нам, они совершают обратную трансформацию в материю в 153 миллионах километров от внешней границы Солнечной системы. И 3,5 часа у них занимает прогулка по нашей Солнечной системе через все внешние планеты, чтобы добраться до Земли. Таким путем она добиралась к нам в этот день. Жизнь на пледах очень похожа на земную жизнь. Они вырастают, вступают в рак, заводят детей, так же, как и мы. Но есть некоторые различия. Их кожа немного светлее и не такая плотная, как у нас. Есть различия в пальцах. На некоторых пальцах нет первого сустава. Они живут от 700 до 1000 лет. Первые 70 лет они изучают многие знания и профессии. Они не суперлюди, они такие же, как мы, но они постоянно развиваются и постоянно обучаются чему-то. Плеодианцы также рассказывают, что они уже открыли свыше 1,8 миллиона планет с человеческой жизнью. Билли живет на этой ферме в Швейцарии около часа езды от Цюриха. Он жил здесь в течение 135 его контактов, которые продолжаются и сегодня. Почти при каждом контакте он чувствовал прохладное ощущение, когда ему назначали встречу у кроме места в лесу, куда корабль прилетал и брал его на борт. Годами Вилли собирал груды записей с информацией разного рода, от истории творения до духовного знания. Он до сих пор живет здесь, работает в центре серебряной звезды Семиаси в Швейцарии, пишет книги и продолжает принимать контакты. В 1976 году мы сделали это фото Эдварда Альберта Мэйера, где он сидит перед своим домом, когда происходили контакты. Плеодианцы рассказывали нам, что в их истории во времена Древней Лиры 22 миллиона лет назад их предки вели массовые войны. В то время они спасались бегством и прилетели на Землю. Их история говорит, что это была первая колонизация лирийцами планеты Земля. Сами плеодианцы прибыли сюда около 230 тысяч лет назад. Они нам сообщили, что почти треть из нас несут в себе гены лирийцев. Лирийцы, пришедшие из более крупных планет, были ростом от 7 до 9 метров. Поэтому в прошлом у нас были распространены истории об одноглазных великанах. Это лирийский глаз Бога. В середине его когда-то было Солнце. Но лирийцы разрушили его вместе с многими планетами и миллионами людей в их жестоких войнах в прошлом. Плеодианцы сами также были вынуждены покинуть Древнюю Лиру. Более 230 тысяч лет назад они улетели и нашли себе новый дом. Они блуждают 4 года, пока не нашли систему из 254 голубых солнц, чтобы начать там новую жизнь. Как и сказала Семиаси, контакты продолжались. Корабль появлялся каждые две недели. Билли ощущал знакомые прохладные ощущения на лбу. Ему назначалась встреча в укромном месте недалеко от его дома. Корабль прилетал и поднимал его на борт. Поднимал. Хм. Как вы сможете попасть на инопланетный корабль? Они поднимали его лучом, примерно так же, как мы видели это в сериале «Звездный путь». Билли сказал, это довольно похоже, но намного проще. Видите ли, плеодианские корабли рассчитаны на то, чтобы поднимать лучом в основном самих плеодианцев. Это основано на их уровне эмоций, а их эмоции несколько отличаются от наших. Они немного тоньше. У них нет многих эмоций, которые мы с вами излучаем. Ненависть, гнев, разочарование. Эти низкоуровневые энергии были бы помехой. Билли говорил, если у него есть гнев, страх, зависть или какое-то беспокойство, то когда этот луч разберет его молекулу и поднимет на борт, он может не быть таким же, каким был до этого. Поэтому плеодианцы в ранних контактах часто поднимали Билли на борт, когда он ничего не подозревал и имел чистый ум. Представьте, Билли работает у себя на ферме, пилит дрова или что-то еще делает, и вдруг замечает, что стоит на световом корабле с пилой в руках. Довольно часто они поднимали его, когда он работал в офисе, когда у него были чистые мысли или он думал о них. Здорово, не правда ли? Есть другой способ попасть на корабль. Вас могут поднять с помощью, что называется, антигравитации. Вы просто взлетаете. Это больше похоже на подъем груза на корабль. Они обычно не используют это для людей. Билли попробовал это. Он говорил, обычно корабль находится на высоте 300-400 метров. Ощущение при подъеме, как будто тебя тянут вверх. Таким способом подъем на корабль занимает 4-6 секунд. Вы можете наблюдать все вокруг себя, в то время как вы удаляетесь от земли и поднимаетесь над деревьями. Но он сказал, есть одна проблема. Присутствует страх. Если вы свалитесь или опрокинетесь, некому будет вас поймать. Особенно жутко при спуске обратно вниз. Поэтому Билли говорит, если вы собираетесь подниматься к плеядеанцам, и у вас есть выбор, попросите лучевой способ. У вас есть целые организации, исследующие наши световые корабли, но лишь малая часть материала действительно достоверна. Однако ваши власти уже много знают о нашем существовании, но они продолжают отрицать факт нашего существования, и даже факты их исследований. Они хотят только развивать космос, но не способны создавать на земле мир между собой. Плеядеанцы сейчас живут мирно уже 50 тысяч лет. Это потому, что их правительство значительно отличается от нашего. Они позволяют править только самым мудрым. Здесь живет раса людей, которые больше не существуют в материальном теле. Эта раса эволюционировала до световой материи. Плеядеанцы спрашивают совет у этих людей и живут согласно их мудрости. Среди многих других вопросов Билли спросил следующее. Вмешались ли бы они, если бы у нас началась ядерная война? Где они проводят границу дозволенного, и каковы их моральные принципы? Плеядеанцы объяснили, что они входят в федерацию, группу или альянс таких же рас, как и они, с примерно таким же уровнем развития. И вместе они приняли правила управления для планет, таких как наша. Правила такого рода. Пока мы ограничены нашей Солнечной системой, не способны покинуть ее и не можем влиять на другие расы во мне, мы большей частью предоставлены здесь самим себе, свободно делать, что нам хочется. Но когда мы будем способны покинуть нашу Солнечную систему, мы должны будем начать подчиняться общим правилам. Есть другие расы, которые приняли правила и стараются сохранить мир. Они немного беспокойны нами, осваивающими космос, в то время как наши нации спорят и воюют между собой, это то, над чем мы должны работать. По их заверению, они не вмешиваются в наше политическое устройство, пока мы ограничены нашей Солнечной системой. Но время стремительно приближается. Когда технически мы будем готовы к дальнейшим полетам, тогда мы должны будем встретиться с ними. Они обеспокоены тем, будем ли мы налаживать отношения с ними, а также с другими мирными расами, или будем упрямо идти своей дорогой. Это то, что нам предстоит решить. Неужели это не похоже на правду, что наши братья и сестры приходят к нам из других уголков космоса от имени Бога принесли нам на планету долгожданный мир? В любом случае, мы приходим во имя кого-то, так как творение само по себе не возлагает никаких обязательств на нас. Это закон по отношению к самим себе, и каждая форма жизни должна следовать этому и стать частью этого. У плеодианцев есть корабли разного размера, для разных целей. Тот, что вы видите, предназначен для путешествий во времени. Он немного больше, чем обычный световой корабль. Он около 8,5 метров в диаметре, и имеет необычную способность перемещаться во времени. Билли смог посетить 13 век и многие другие эпохи. Иногда ему удавалось сделать очень четкие снимки этого корабля. И когда исследователи изучали его материалы на достоверность, целый ряд снимков, они подвергли компьютерному анализу. Это фото, названное снимком Солнца, было очень значимым, потому что ясно показывает корабль за деревом, что исключает возможность использования маленьких моделей. Снимки были отправлены в несколько разных мест для компьютерного анализа. Они искали нити и другие приспособления, которые Билли мог использовать для подделки снимков. Также были сделаны подделки, чтобы посмотреть, выявить ли их компьютер. Компьютер выявлял их каждый раз. Это один из зацифрованных, увеличенных снимков, которые использовались компьютером. Доказательств подделок на снимках Билли так и не нашли. Следы приземления также были исследованы. В этих местах обнаружены гаммы излучения. На этом снимке Билли стоит рядом с местом приземления. Самое необычное в таких местах это то, что здесь трава даже спустя месяц растет в противоположную сторону. Вероятно, корабль подавляет земную гравитацию, что заставляет траву расти в неправильном направлении. Билли сказал, насекомые сюда притягиваются тысячами, даже спустя много времени. Трава никогда не погибает, она только растет неправильно. Несколько раз Билли было разрешено записать звук святого корабля по комнатам головы. Обычно корабли летают очень тихо, но когда защитный кран был отключен, позволяя звукам выйти наружу, Билли сделал их запись, который вы сейчас слышите. Записи были проанализированы звукоинженерами, но на этот раз, имея сегодняшние технологии, они не знали, чем можно воспроизвести этот звук. Следующая серия снимков очень мюнкальна, потому что дерево, которое вы видите, больше не существует на этом месте. После того, как Билли сделал эти снимки, он привел несколько своих друзей показать место контакта, и этого дерева там уже не было. Позже он спросил Симиасе, что случилось. Она объяснила, что корабль из-за какой-то утечки и излучения повредил дерево. Они были очень озабочены благополучием дерева, поэтому они решили что-нибудь предпринять. И что же они сделали? Они изменили время существования дерева таким образом, чтобы его не было в то время, когда оно могло быть повреждено. Если более конкретно, то они вернулись в тот момент, когда дерево было посеяно, и перенесли семя так, чтобы дерево выросло где-то в одном месте. Самое интересное, что никто из живущих пососедствовал не припоминает, чтобы здесь когда-либо росло это дерево. Билли показывал им фотографии дерева, но они ему не верили. Вы можете поехать к фермеру, который сейчас живет здесь, и спросить о дереве, которое должно было быть на этом месте. Он считает, что Билли совершенно спятил, потому что дерева нет, и на его памяти его здесь никогда не было. Но фото все-таки существует. На этом снимке корабль запечатлен даже за деревом. Эта концепция времени выглядит фантастической для нас. И это только часть большого знания, к которому плеодианцы мягко готовят нас. Превыше всего стоит одна единственная сила. Мы называем ее творение. Она регулирует все законы, жизнь, смерть, у всего во Вселенной, потому что она и есть все во Вселенной. Среди многих тем, обсуждавшейся с плеодианцами, была жизнь, не только человеческая жизнь. Видите ли, для плеодианцев живым является все, не только человек. Животная жизнь, растительная жизнь, даже планета Земля живая. Все они сотворены одной творящей энергией. Они просто проявляются в том, что мы называем различные уровни плотности, и они по-разному эволюционируют. Мы с вами эволюционируем посредством физической жизни. Мы проходим то, что мы называем смертью, и потом возвращаемся назад более развитыми, чем в прошлой жизни. А вы знаете, что планеты тоже эволюционируют? Они не умирают, как мы с вами, но у них есть так называемые ледниковые периоды. Планета Земля живет по 700-тысячелетнему циклу эволюции. Уже прошло несколько таких циклов. С начала ледникового периода охватывали всю планету. Потом, когда Земля становилась старше, это уже не требовалось. Но уже был другой путь, более эффективный. Поэтому ледниковые эпохи стали покрывать меньшую площадь Земли. Планета эволюционирует. Что это значит? Это означает, что по окончанию ледниковой эпохи горы эволюционируют во что-то большее на своем пути развития. Маленькое растение может стать красивым цветком. Деревья становятся выше и красивее, чем были раньше. Рыба эволюционирует в более крупный вид рыбы. Даже белки и бурандуки все создания эволюционируют, включая нас с вами. Мы становимся сознательными и, возможно, более ответственными. И используем дары природы для блага всех форм жизни, в том числе для самой планеты. Снимки со спутника, которые я сейчас хочу показать вам, опубликованы не так давно в журнале Discovery Magazine. Они позволяют нам взглянуть на озоновую проблему, чтобы понять масштабы нехватки озонового слоя и чем это нам грозит. Давайте взглянем на эти снимки. Этот спутниковый снимок Южного полюса Земли показывает состояние озонового слоя на 1980 год. В 1975 году приодианцы предупредили Билли, что мы серьезно повреждаем озоновый слой, и продолжаем делать это более 60 лет. Они убедили Билли написать письма ученым по всему миру, что он и сделал, но ответа не получил. Этот снимок 1986 года показывает озоновую дыру диаметром около 3000 миль, площадью свыше 1,2 миллиона квадратных миль. Это позволяет всем пагубным излучениям входить в нашу атмосферу и причинять колоссальный ущерб, убивая процесс фотосинтеза. Сегодня у нас нет технологии, как восстановить этот слой. Природе потребуется тысячи лет, чтобы восстановить его естественным образом. Плиодианцы советуют нам помнить, что мы имеем очень уникальную планету с изобилием жизни. Мы можем извлечь много пользы, имея так много внеземных предков в своей истории. 22 миллиона лет назад древние лилийцы прибыли сюда, и с собой они принесли часть своей культуры, а также несколько видов животных со своей планеты. За последние 399 тысяч лет нас посетило много разных цивилизаций из нашей галактики. Одни прилетели сюда ненадолго, другие жили здесь какое-то время. Они приносили что-то полезное с собой, а также брали взамен что-то из нашего мира. Самое замечательное даже не в том, что мы не одни во Вселенной, а то, что наша планета была заседана многими прекрасными формами жизни благодаря этому. Мы духовные существа, проходящие серию физической жизни с целью обрести знания, как вырасти свой внутренний дух. И мы живем в этом мире вместе со мной и другими формами жизни, которые также живут своим собственным путем. То есть животные эволюционируют, растения эволюционируют, и, конечно, сама Земля эволюционирует. Нам нужно жить в гармонии со всеми этими формами жизни. В одной только нашей галактике существует свыше 44 миллионов планет, которые сами вырастили свою человеческую форму жизни. На данный момент уже 7,5 миллиардов планет за триллионы лет своей жизни были обитаемы человеком. Это свыше 340 разновидностей человеческой формы жизни, разного размера, пропорции, цвета кожи и так далее. А как насчет планет Плеядых? Плеядианцы — это потомки лирианцев, и они говорят, что около 1-3 из нас несут гены. Смесь рассказала, что на их планетах, кстати, они живут в Солнечной системе, и их Солнце называется Тайгет. В их системе 10 планет, они живут на четвертой из них, и главная планета называется Эра. Она на 10% меньше Земли, атмосфера очень схожая, и что интересно, они находят Швейцарию очень похожей на их родной дом. Как видите, есть еще одна большая человеческая семья, и нам пора о ней знать или присоединиться к ним. Одна из интересных вещей, которые плеядианцы позволили били, это обучающие путешествия. Много раз они забирали его с собой в разные места, чтобы дать определенные уроки. Видите, мы с вами склонны обсуждать подобные вещи на соответствии нашей системы веры или нашей логики. Мы чешем голову и говорим, но может быть это возможно, мы размышляем об этом. Для Билли все было немного по-другому, они старались, чтобы он испытал все на себе, таким образом он знал истину от первого лица. Одной из самых удивительных идей, на которые инопланетяне хотят обратить наше внимание, и является концепцией времени. Мы уже немного намекнули, но я хочу рассказать вам одну историю, чтобы вы смогли намного лучше понять эту точку зрения. Как-то Билли спросил их о времени, у него самого были трудности в понимании этого. Они сказали, «Ладно, садись на корабль, мы покажем, как это работает». Они подняли его на корабль, который мог передвигаться во времени, и отвесели от Земли. Билли не знал, насколько далеко, он только смотрел на экраны внутри корабля. Они были на достаточном расстоянии, так как Земля выглядела маленькой. И потом они сразу вернулись на Землю. Он даже не заметил ничего. Когда они приземлились, ему сказали, «Ну, теперь мы в другом времени». Вроде бы ничего не произошло, Билли ничего не почувствовал. Как вы поймете, что мы в другом времени? Билли вышел из корабля и сразу понял, что все вокруг другое. Взглядом и органами чувств он воспринимал окружающие. Билли оказался в 16 веке. Природа там чувствовалась очень свежей, как будто была только что создана. Воздух был другой, небо более голубое, трава, деревья, все было другим, еще не заполненным промышленной революцией. Пока Билли был здесь, он все еще не понимал, «Как все-таки работает время? Можете ли вы вернуться назад во времени и воздействовать на прошлое? Окажет ли это влияние на настоящее будущее?» У Билли был с собой фонарик на батарейках, и он не устоял перед возможностью это проверить. Они были в прошлом на несколько сотен лет. Там они посетили одного француза, и Билли оставил ему этот фонарик. Он сказал этому человеку, «Возьми этот фонарик, используй его, сделай больше батареек и проведи освещение вокруг своего дома, прикрути его к двери», и он рассказал ему, как это сделать. Он добавил, «Когда я вернусь в свое собственное время, в 1956 год, Билли тогда было 19 лет. Он хотел вернуться в свое время и посмотреть записи истории об этом человеке. Сделал ли он что-нибудь в прошлом, что может повлиять на будущее?» Итак, Билли оставил фонарик в 16 веке. Он поднялся на корабль, вернулся домой. Ему не терпелось выяснить это. В старой книге по французской истории, взятой у своего друга, Билли нашел свой ответ. В этих книгах говорится о человеке, жившем в странном доме, когда люди подходили к этому дому со странными огоньками. Они брались за ручку двери, и какая-то неизвестная сила кусала и щипала их. Билли удалось слетать в прошлое, оставить что-то там, тем самым повлиять на настоящее и будущее. Воздействуя на время, мы влияем на себя. Трудная концепция, не правда ли? Время — это то, что нам нужно изучать, чтобы жить немного лучше в будущем. Для нас довольно необычно видеть снимки инопланетных кораблей, и еще были необычны, когда на них сразу несколько кораблей. У Билли есть снимки двух, трех и даже четырех кораблей. Здесь вы видите маленькие беспилотные корабли, летящие ниже обычного светового корабля. Эти беспилотные или телеметрические корабли, как плеядеанцы их называют, используются для исследования нашей речи. Вы знаете, они отслеживают все языки общения. Они говорят, у них есть записи всех языков на нашей планете. Причина этого очень простая. Хотя они общаются телепатически, им трудно слушать некоторые наши эмоции, они чувствуют себя некомфортно физически. Поэтому они используют телеметрические корабли, чтобы записывать нашу речь, а также транслируемые новости. Это позволяет плеядеанцам изучить нас, лучше понять различия в нашем обществе. Много раз Билли спрашивал, можно ли ему провести с собой друзей, посмотреть на корабли. Каждый раз они давали понять, что это вряд ли возможно. Но пару раз они все-таки ему разрешили провести друзей ночью, чтобы сделать снимки. Однако Билли был единственным, кто поднимался на корабль. Обычно люди выдвигали его вперед на контакт, и Билли даже уже не было видно за деревьями. Зачастую бывало, Билли делал снимки кораблей, а люди, стоящие в сотне ярдов от него, даже не могли их увидеть. Довольно часто Билли просил показать ему другие миры, есть ли еще цивилизации с такими же, как и у нас, проблемами, и как они с ними справляются. Однажды семья, сей прилетев, сказала, «Я получил разрешение взять тебя с собой, и мы летим посетить другую галактику». Ты поднимешься на борт большого материнского корабля, заодно встретишься там с нашим руководителем, и посетишь с нами другие планеты, чтобы ты увидел своими глазами истину о том, что происходит в семье человечества, разбросанной по всей Вселенной. Этот снимок был сделан из окна светового корабля. Внизу снимка виден еще один корабль. Зеленый фон получается из атмосферы внутри корабля. Итак, Билли подняли и доставили на корабль. Они прибыли на большой флагман, находившийся в то время где-то на орбите Юпитера. Пока он был там, он встретился с Птаа, так произносится его имя. Это лидер, или один из лидеров приодеанской расы. У них их несколько. Кстати, их лидеры немного отличаются от наших. Их называют Ишвиш, что означает по-приодеански «владыка мудрости». Пта — это владыка мудрости. Это фотография Аскет, его наставницы в ранние годы. Его снова свели с ней в тот день на материнском корабле. Это одна из редких фотографий инопланетян. Во время поездки на этом корабле... Кстати говоря, на корабле жило 140 тысяч человек. Корабль был около 17 миль в высоту и 10 миль в диаметре. Немного напоминал пять мячей для гольфа, соединенных вместе. Корабль покинул нашу галактику в определенном направлении. У них было что показать Билли. Билли и Симмиаси сели на малый корабль и покинули материнский корабль по своим делам. Симмиаси хотела ему показать, как выглядит третья мировая война на другой планете. Когда они подлетели к планете, Билли смотрела на экраны внутри корабля, и Симмиаси ему объясняла, что эта планета имеет проблемы, схожие с тем, что происходит на вашей планете. Одно правительство против другого, одна нация, один брат против другого. Но они зашли немного дальше. Они начали свою третью мировую войну. Они уже метают друг в друга огромные ракеты. Билли с ужасом смотрел на экраны, видя, как люди гибнут миллионами. Он был прямо в самом центре событий. Он спросил Симмиаси, почему вы не вмешиваетесь? Она ответила, это не наш сектор космоса. Кроме того, здесь присутствует еще одна раса людей. Она показала их на экране, которые живут здесь и скоро вмешаются в это. Они сказали, для нас очень важно знать, чтобы они чувствовали, что имеют право идти собственным путем. Они не собираются вмешиваться в права тех, делать с собой, что им хочется. Они лишь будут защищать планету, чтобы ее не взорвали. У нас есть право выбора делать со своей жизнью, что нам хочется. Однако тот мир подошел к серьезным разрешениям, и эта раса людей приняла решение вмешаться. Пока Билли смотрел, Симмиаси его успокоила, что война скоро кончится, больше никто не умрет. Через пару дней они все осознают, инопланетяне, живущие в этом секторе, будут о себе знать, и настанет мир на планете. Но это будет мир на их собственных условиях. Это будет мир, потому что они сами его захотели. Они навязаны какими-то инопланетянами. В то время, пока они смотрели на экраны, Билли заметил отделившуюся ракету, летевшую необычным курсом, а прямо в сторону их маленького корабля. Симмиаси схватил управление, включив нужный режим, и ракета ударилась в защитный экран вокруг корабля. Когда другая огромная ракета стартовала в космос, Билли спросил, «Ты позволишь ей лететь? Что будет с этой ракетой, с громадной боеголовкой?» Она сказала, «Посмотрим, пока мы здесь разговариваем, корабль ПТА принимает нужные меры». То, что он увидел, было довольно странным, это не укладываясь в привычные рамки науки. Билли, глядя в окно, увидел, как эта огромная ракета прошла перед большим кораблем ПТА. Что-то странное, наподобие текучей энергии, вышло из корабля ПТА и окружило гигантскую ракету, проходившую мимо. Затем цельная форма треугольного очертания поглотила ракету, мгновенно заморозив ее. Билли сказал, «Это трудно описать». Послышался вдруг треск, похожий на хруст яичные скорлупы, и ракета исчезла. Энергия, которую мы выпустили для поглощения ракеты, расщепила ее на молекулы, и та испарилась. Или же она как-то взорвалась вовнутрь себя. Нам неизвестна эта технология. Таким образом, инопланетяне вмешиваются в определенные моменты. Также и пледианцы нам говорят, что они останавливают предел, до какой степени мы можем вредить планете, Солнечной системе и нашей Вселенной. Но в то же время с собой мы вольны делать все, что нам хочется. А так же ночью Билли и его семья были разблужены этим странным светом, или странной энергией, так сказать. Билли вышел наружу и сделал несколько снимков, пока оно парило над автостоянкой у его дома. Она также разбудила людей в ближайшем округе. Билли в ту ночь сделал 4-5 снимков, пытаясь одновременно мысленно общаться с этим, но ответа не получил. Позднее он спросил Семьяси, она так же не знала, что это было. Мы могли бы предположить, что это коррективное сознание группы людей, живущих в форме энергии. Человеку следует знать, что Божественная Сила самая простая во всем творении. И человек, также будучи родом из высших духовных сфер и вернувшись обратно в эти сферы после многих земных жизней, также принадлежит творению и соответствующим образом дополняет его. Чем выше его источник, тем более великим становятся его способности. Однако он не должен определять Бога в отдельности от творения, потому что Бог является частью своего творения. Если бы вам выпала удача поговорить с инопланетянами, я уверен, вы бы написали целый список вопросов для них. Лично я бы спросил их, а что вы думаете о Боге? На вашей планете есть Бог? Есть религия? И что вы думаете о наших религиях? Видите ли, мы были оставлены на нашей планете совсем одни в течение нескольких тысяч лет без влияния со стороны других рас? И мы были представлены нашим собственным религиям и системам верований. Конечно, вы можете поехать в любую страну и услышать разные мнения, какой должна быть религия или система веры. А что же думают плеядеанцы по этому поводу? Во-первых, то, что мы называем вселенной, они называют это творением. Их значения явно больше продвинуты, чем наши. Они знают многие вещи, которые нам нужно знать, например, как образовалась вселенная и так далее. Это тесно связано с открытием того, кем мы являемся и что на самом деле происходит здесь. У плеядеанцев есть то, что называется законы вселенной, описывающие, как началась жизнь и что такое творение. Это очень ценные знания для нас, и они произвели бы большие перемены на планете, если эти принципы нашли бы свое место в нашем обществе. Как мы привыкнем к этому? Как церковь и другие люди воспримут информацию, исходящую из такого рода источника? Если они, например, нам скажут, что сами лично видели, как Иисус был распят, как были построены пирамиды, как Моисей разделил Красное море, и было ли все это на самом деле так, как нас этому учили? Так что же это за законы творения? Это правила, выведенные плеядеанцами, которых они придерживаются в своей жизни, включая знания о том, как появилась Вселенная и как появились они сами. Это немного перекликивается с тем, что мы знаем из восточной философии. Причем, они не верят в реинкарнацию, они используют реинкарнацию, это изучено ими. Они рождаются уже со знанием своих прошлых жизней, с телепатическими способностями, они общаются мыслями и знают чувства друг друга. Вы можете представить, что было бы в нашем мире, если бы вдруг мы все стали слышать мысли друг друга. Большинство из нас предпочитают, чтобы другие люди не знали наши мысли. Если я скажу вам, что через 10 минут просмотра этого фильма вы вдруг станете телепатами и будете знать мысли других, то, наверное, по всей стране началась бы суматоха с желанием спрятать все наши сокровенные мысли. Не волнуйтесь, я не буду этого делать, я не знаю как. но когда-нибудь это станет возможным и нам придется пересмотреть все то, что мы в себе таим. Нам нужно очистить наши мысли и больше узнать о том, кем мы являемся и откуда мы происходим. И в этом они нам могут немного помочь. Давайте сейчас посмотрим некоторые иллюстрации. Представьте, что мы в флеидианской школе и кто-то нарисовал это для нас. Это некая модель, показывающая, что такое Вселенная и как мы произошли. Во-первых, то, что мы называем Вселенной, флеидианцы называют творением. Они говорят нам, что в самом начале была мысль, созданная творением, непосредственно перед этим. Само творение также эволюционирует. Это закономерность для всей формы жизни, включая нас. Это творение затем растет, растет, мыслит и осознает, как эволюционировать дальше. Потом происходит то, что называется СОХАР. Это похоже на то, что мы знаем из теории Большого Взрыва. СОХАР взрывается до размеров будущего творения. Пока нет никаких планет, только одна энергия, из которой они будут созданы. Творение продолжает проявляться в различных плотностях материи, создавая планеты, минеральное царство, растительное, животное царство и нас. В конце большого цикла эволюции все возвращается обратно в единое, затем эволюция продолжается в следующем цикле. В том цикле происходит рост планет до определенного уровня эволюции. Когда творение достигнет этой точки, требуется выяснить, что делать дальше. Плеядеации имели возможность вернуться во времени к самому началу творения и выяснить шаг за шагом, как все происходит. также они могли выяснить, какое место мы занимаем в творении и в чем смысл нашей жизни. Согласно христиану, человек проходит семь основных шагов в развитии, начиная от самой примитивной жизни до жизни самого творения. Это означает, что мы проходим последовательность материальной жизни с целью обучения, чтобы духовно вырасти и внести свой вклад в эволюцию своего творения. Мы все являемся частью единой духовной силы творения и мы все участвуем в его эволюции. Творение, в котором мы живем, сейчас расширяется, скоро оно начнет сжиматься обратно. Полный жизненный цикл этого творения составляет 311 триллионов земных лет, уже прошло 47 триллионов лет. Мы живем во втором из циклов этого повторяющегося процесса. Планета Земля в текущем цикле имеет возраст 626 миллиардов лет. Этот возраст несколько отличается от измеренного нами. Плеядеанс отчитывает возраст от образования газового шара. Возраст человечества как духовной формы 80-100 миллионов лет. Мы живем во втором из 7 циклов полного развития жизни. Обучение воплощенных душ основано на распространении знания, истины, мудрости, любви и понимания. Все формы жизни должны будут закончить их собственный эволюционный процесс. Таким образом они накапливают знания и опыт, чтобы использовать их в своей жизни и распространять далее. В то время как плеядеанцы делятся с нами их знаниями, они также учатся у других рас. Корабль, который вы видите сейчас, сконструирован не плеядеанцами. Это подарок другой расы под названием Тиммерс, которые живут, как они говорят, в Дал Вселенной. Плеядеанцы обменялись некоторой духовной информацией для проектирования этого корабля. Здесь много различных уровней эволюции во всем творении. Этим кораблем управлял плеядеанец по имени Квецл. Квецл был командующим базы плеядеанцев здесь на Земле. Как видно, он приземлял свой световой корабль на ферме Билли. Фургон на заднем плане размером 1,8 метра в ширину и 3 метра в длину дает определенное представление о размерах корабля. Квецл мог оставаться там до вечера, на этом снимке Билли стоит под световым кораблем, в то время как с корабля сходит вниз энергия. Другая вещь, с которой мы часто отталкиваемся, это пророчества. Если плеядеанцы способны вернуться в прошлое, тогда, наверное, они могут заглянуть в будущее. Конечно, могут. Как же это возможно? Как мы можем заглянуть в будущее, если оно не существует или все-таки существует? Плеядеанцы говорят нам, что благодаря их технологии они научились в кораблях, а также в своем сознании подниматься на длину времени, выходить из времени в состояние вне времени и проталить туда и обратно на энергетический коридор, входить в коридор там, где они хотят и просматривать интересующиеся их промежуток времени. Видите ли, прошлое уже определено, мы уже прожили его. Однако будущее не фиксировано. Оно всегда меняется, оно основано на возможности свободного выбора. Оно работает примерно так. Если бы мы могли одолжить такой плеядеанский корабль, нам было бы интересно на нем прокатиться. Давайте святаем на 100 лет вперед, чтобы посмотреть на наш собственный город в будущем. Когда мы туда прибудем, мы увидим будущее, созданное нами, исходя из наших мыслей в настоящем. Затем мы вернемся в наше настоящее время, подождем пару часов и снова переместимся в ту же точку в будущем. Вы увидите, что все немного изменилось, потому что пока мы ждали настоящее, действовала возможность свободного выбора, люди принимали различные решения, поэтому будущее изменилось. не так прошлое фиксировано, а будущее всегда меняется. Почему это важно нам знать? Когда мы говорим о пророчествах, пророчество — это всего лишь маяк в предупреждении. У плеядеанцев есть способ брать пробы нашей коллективной энергии на планете. Эта технология позволяет им заглянуть в наше будущее и посмотреть, какое будущее мы создаем для себя нашими собственными мыслями сейчас. они дают нам понять, что мы не должны удовлетворяться этим. Всегда есть возможность для нас изменить наше будущее. Есть возможность управлять нашим будущим. Они также намекают нам, что все начинается с нас самих. Все начинается с осознания того, что мы имеем 100% ответственность за себя. Как только мы сможем управлять своим будущим, тогда мы сможем объединиться всем человечеством. И затем, действуя, исходя из правильных мотивов, мы сможем создать новое будущее для нашей планеты. Билли Мэйер посвятил всю свою жизнь тому, что он делает. Он полностью сосредоточен на своей миссии. Он и его семья, конечно, перенесли много стресса, много надругательств, но были и замечательные времена, потому что это дало очень положительный результат. Они знают, что несут нам через пледеянцев прекрасное послание надежды для нашего будущего. На прощание я хочу сказать пару слов от себя. На пледеянском международном языке это словесный язык, на котором общаются все космические братья. Есть слово, означающее мир и мудрость. И в своем мире, когда они прощаются друг с другом, они используют это слово в знак заботы и пожелания мира и мудрости людям вокруг них. Поэтому сейчас я хочу сказать вам и пледеянцам Саломой и всего наилучшего. Когда Дух, Вселенское Я проявляет себя в человеке через постоянную любовь, мудрость и истину, происходит прорыв завесы, окружающие истинное Я. Это устранит физические, материальные повреждения, алчность, гнев, ненависть, скупость и воинственность. Тогда и только тогда будет достигнута цель этого существования. для этого существования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok